Послание Отцу Абсолюта 29 мая 2024 года Переориентация международных организаций Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! В завершении разговора о международных организациях я хочу рассказать вам, какое будущее их ждет на Земле Пятого измерения. Многие из них прекратят свое существование, поскольку их цели и задачи соответствуют реалиям трехмерного мира, который постепенно уйдет в небытие. Останутся только те из них, которые можно будет без труда переориентировать на потребности мира Четвертого, а затем и Пятого измерений. Каковы же будут эти потребности? На первых порах это будут центры распределения финансов, продовольствия и прочих материальных благ. То, что происходит сейчас в вашем мире, иначе как преступлением назвать нельзя. Перекос в сторону так называемых развитых стран слишком очевиден. Так, например, продовольственное изобилие в них оплачивается голодом и нищетой в странах Третьего мира, коими считаются десятки беднейших стран. Но если бы уже сейчас на Земле существовал центр распределения продовольствия, основанный на единстве и равноправии всех стран и народов, населяющих вашу планету, на ней не осталось бы ни одного голодного человека. То же самое касается и финансов. Все денежные потоки сосредоточены в руках представителей глубинного государства, которые как раз и наживаются на рабском труде населения беднейших стран мира, одновременно выкачивая из недр этих стран богатейшие природные ресурсы. Так продолжалось веками, но в последние годы десятки этих стран начали освобождаться от своего колониального прошлого, отстаивая свои независимость и право самим распоряжаться своими природными и людскими ресурсами. Постепенно координационные центры возьмут и эту важнейшую составляющую вашей жизни в свои руки. В отсутствии границ и социального расслоения все природные богатства будут распределяться таким образом, чтобы ни одна страна, ни один народ не чувствовали себя обделенными. Пока вам это трудно себе представить, поскольку дальний мир диктует свои условия. Но при отсутствии границ и делении общества на социальные классы эти процессы станут для вас естественными и понятными. По большому счету, ваша планета постепенно превратится в единую коммуну, в которой каждый человек будет получать все необходимое по своим потребностям. Но это вовсе не будет означать, что одни люди будут жить за счет других, поскольку в мир пятого измерения сможет попасть лишь тот, кто готов делиться лучшим, что имеет, своими талантами, способностями, щедростью своей души и желанием прийти на помощь тому, кто в ней нуждается. Это будет общество осознанных людей, и лучшие из них, самые мудрые и талантливые, возглавят объединение организаций, которые станут основой нового миропорядка на Земле, действующего на высшее благо всех. На этом остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения.